Война началась, год восемь месяцев было. У меня четыре года было. Вот считайте. И Жириновский все время, как начинаются выборы. Ничего, никаких львов у нас. Основная программа по детям войны, коммунисты по детям войны. Все выставляют. Одни разговоры и все. Вот единственное, что сейчас удовольствие прекрасное получили на концерте. Я же плакала. Товарищ губернатор был, естественно. Представитель президента был. Путина представитель был. Ну, в общем, праздник есть праздник. Да, Владыка наш был. Вот, да. Хороший, хороший. Тем более, это такой праздник, что грех, конечно, наебнуть. Только мы вот недовольны молодежью и поколениям. Идет концерт, да? Вот исполняют День Победы. Все встали. Они поворачиваются, встают и пошли. Это уже как гимн стал, понимаете? Единственный раз, я говорю, господи, ну зачем надо было разваливать это все? Надо было что-то оставлять, а что-то отлетать потихоньку, потихоньку бы. А сейчас начинают возвращаться как бы назад к чему-то. Ну, это же не так-то просто. Тарелочку разбей, склеить, все равно видно, что она склеена. Так и здесь, а люди, вот даже наш возраст, да, им? Слушайте, по мне работали, вроде были дружные. Где-то чего-то, песни, все. А сейчас все понуром. Я согласен, да, в доме. Друг дружку ходите, бегаете, вот праздник. Слушай, Валя, Маня, Паша, давай накроем стол, все. Сейчас такое есть? Нет. А у нас было, понимаете? Сейчас бы вот это вот, то песни кругом, значит, все, никто не считался. У кого огурец, у кого картошка, у кого кусок хлеба и так далее. Все в куче, все вместе. И не какие-то, а песни, значит, было все. У кого-то что-то горе какое-то старались как-то, даже словом добрым и то. Знаете, говорят, доброе слово можно человека поднять. И таким же словом можно убить. Так и здесь. Вот. А сейчас что творится? Не, я помню, это война окончилась. Мне сколько, пять, чем-то было. Что вы, ой. Я во дворе, ну, в коммуналке жили, там с подселением, эвакуированы. Там еще слов было. И вот только не пережили вещи. И я захожу, а вдруг мама прибежала, а мама у меня была начальником эвакуационного пункта. И это самое, в общем, сильно занималась. Но я ее не видела. Ни маму, ни вен. Папа снаряды возил, он машинист был. Все-то некогда. Вот, слушайте, и мама прибежала, говорит, победа все. Вы знаете, что началось? Все стали обниматься, целоваться. Сразу стол. Стали все, вы знаете, это голод. Когда есть нечего было, когда жмых ели. Потом вместо сахара, вот этот, как он был до сих пор, сладкий, это белый порошок. Ой, как же он назывался-то? Я не помню сейчас уже. Вот. И я же говорю, жмых, какой жмых? Не такой жмых, а вот кожурки. Кожурки вот эти семечные. И то, знаете, куда ходили? На железную дорогу. И когда-то там что-то возили. И вот мы выковыривали вот это вот. Что-то там там сыпалось, что-то там просыпалось. Все принесли. Я как сейчас была. Ой, там столько... Ну, конечно, там не было ни икры, ни мяса, ничего. Но там была картошка, там был хлеб. Ничего же мы этого не видели. Конечно, нам сейчас, знаете, что обидно? Мы начали с голодухи, да? Да. Мы потом... И, наверное, их закончим. Мы потом вот после института окончили, да? Мы всю жизнь пахали. Мы пахали всю жизнь, понимаете? Думаем, все, ветераны труда. У нас будет хорошая пища, честно, да? Ну, есть ветераны труда медали эти. Ну, понимаете? И сейчас мы тоже купить себе практически... Мы ничего даже... Одежды в основном с плеча чужого. Дети привезут или еще что-то, понимаете? Ну, хорошо, дети. И у Таисии Андреевны, у меня сын, как говорится, держит нас на плаву. А у других что? А у других же нет. Вот что обидно. Начали с нищеты. Мы. Война. И умрем в своей нищете. Ради него. Продолжение следует...